здравствуйте друзья вторник утро 29 свет какой сегодня 29 29 декабря приближается с каждым днем друзья приближается новый год неумолимо неумолимо тут уже никуда не деться я расскажу вам случай один для начала потом уже к чему клоню значит когда мы только начинали эту школу дело происходило в каком-то сарайчике амбарчики таком на территории местного jewish community center в городе палалта мы арендовали там значит у них комнатку такую маленькую холодную гремучую там вентилятор крутился и гремел ну неважно в общем там собрались первые наши студенты было две группы в разных по разным расписанием они занимались там в одной группе был 11 человек а другой 7 или 8 в общем когда первая группа уже подходила к выпуску там значит кое-кто пошел уже работаю искал ну и был дядька один который значит пошел искать работу а я за день до того как у него было интервью я рассказывал как на интервью вот как надо это как надо то какие ошибки там не совершать и тогда ну раз к рассказывал а дядька такой увлекающийся был такой восторженный и вот вечером мы собираемся вы уже был после интервью и он мне впереди значит под подходит ко мне их пир shaft михаил этого когда вы рассказываете о том как вот надо на интервью чего-то делать надо вот вот это вот это вот это вот это вот это сказать и пересказывает мне содержание моего урох то есть ни одной собственной мысли там не было вот вот просто то что я рассказывал я его говорю скажите говорю я а разве вот это не то что я рассказывал он на меня смотрит так не понимающих так как-то смотрят потом конечно будет он но послушайте от меня вот когда вы об этом рассказываете и второй раз начинать вот надо сказать вот об этом об этом об этом и об этом значит и и я понимаю что он уже не как сказать не помнит вот но ему это дело вот пришлось света хочет что-то сказать скажи светик очень глубоко у него засела да и это уже совершенно другой уровень успеем выдает это как свое совершенно искренне думаю что это у него действительно вот вот так оно и происходит а ты говорил нечто совсем другое да в педагогике педагогике есть есть разделение на усвоение информации и присвоение информации света использовала слово при присвоить как педагог значит она сказала он присвоил эту информацию нет друзья для педагога большей радости чем видеть что вот ученик присвоил эту информацию и уже как бы ты перестаешь там участвовать а вот он как бы она сама уже живет в нем я оказался в роли вот этой информации ведя канал я сейчас объясню что я веду меня стали присваивать и вот люди которые тебя присваивают они к тебе предъявляют повышенные требования обычно это начинается со слов как вы могли вот и я хочу сказать что это периодически происходит иногда даже без всякого повода то есть я иногда понимаю что есть повод а иногда думаю откуда же вроде с чего вот на ровном месте там и так далее но со временем ты как бы делая канал ты понимаешь что вот есть темы более скользкие менее скользкие и так далее вот например мне выговаривают вот за что мне выговаривают мне за людмилу флориду ялту выговаривают вот там в личку пишут и говорят как вы могли вот там и дальше какое-то объяснение почему я не должен или вот тут с михаилом бородянским тоже мне как же так выглядит научное почти учреждение и да но так я уже почти вот естественно научная а а тут какое-то явное шарлатанство вот спросите любого там академика вот он скажет что это шарлатанство вот поэтому я на самом деле очень ценю как бы вот эту присвоенность нашу то есть мне мне очень приятно и безусловно что люди они так переживают и и как бы вот ну если мы что-то такое неадекватное делаем с их точки зрения это вот как бы рано в сердце там и так далее я просто хочу сказать что мы люди живые и у нас бывают свои там какие-то отклонения закидоны там интересы странные вот ну жизнь она и есть жизнь нет я это говорю света к тому что нас нельзя канонизировать мы же мы же не не вы же живые еще понимаешь слава богу вот потом уже конечно там можно быть чего года но сейчас то мы живые люди поэтому надо к нам относиться как живым людям у нас нам что-то интересно что-то прикольно а вот сейчас меня ругают за вот этого даниэла дефо ты знаешь что когда там на нас от тракет пошел вот я как бы я почувствовал признательность такую я думаю душа жар и в ответ тоже говорит есть такой сайт ягу там конечно матом ругаются но мне понравилась их политическая позиция такая не так строго там за что такая дискуссия сейчас возникла значит там люди говорят разве можно матом там говорят но ведь речь зашла о путине там о положении в россии это к темы на которые нельзя без мата говорить вот и мы понимаем что человек хочет сказать другой ему говорит до чего россия докатилась значит а жизни в стране без мата уже разговаривать некому я думаю полстраны так просто разговаривают вообще на любые темы ну я думаю что полстраны ты недооцениваешь вот но 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 дело не в этом но у нас как бы такое место у нас место мат 3 да вот но просто я к чему бы и я не будучи матершинником сам ни в каком виде я когда почитал его сайт там настолько умело и от души это вот выражаются знаешь что я просто почувствовал какое-то по-своему восхищение наверное меня за это можно осудить вот но я вот так по-мужски я же слава богу там был подвержен да то есть я я знаю как люди ругают как примитивно и убога они выражаются вот всякими словами нехорошими а здесь просто ну выше ну да высокий но вы я не там не трудно оценивать это не моя область но но красиво понимаешь ты понимаешь что люди умеют это делать вот поэтому это как бы да ну не суть вот сейчас меня за это ругают я еще раз я каждый раз очень ценю когда нас ругают люди которые нас любят и они так еще и иногда знаешь так шантажируют они типа вот если вы там не дорожите вашими лояльными подписчиками вот а некоторые говорят я не могу это вынести я отписываюсь там еще что-то ну ну что что-то сделает что к сожалению к сожалению на всех угодить нельзя вот я просто к чему говорю что допустим если посмотреть на лайки и дислайки если посмотреть на комментарии но какие там есть признаки того что скажем принимается что-то или не принимается на канале в целом получается и людмила в целом очень хорошо принимаются и и михаил бородянский в целом очень хорошо принимается может быть там процент дизлайков больше чем обычно если обычно это 7 8 процентов там может быть даже 15 процентов ну что такое 15 процентов и и которым это стоит есть же еще 85 понимаешь и получается такая штука что люди из 15 процентов они говорят как вы могли пойти на поводу вот этих вот возьми 10 понимаешь и я не знаю я я не отличаю например науку от шарлатанства ну но я не знаю вот допустим света но мы с тобой знаем что вот например есть же масса примеров когда академики когда с высокой трибуны послушай свет науку объявляли шарлатан я не компетентен я отличаю я не компетентен дело все в том что не все что мы знаем по жизни с возрастом понимаешь они являются абсолютно научными совершенно не обязаны я привожу к примеру книгу дейла карнеги она абсолютно не научная но но ты читаешь ты понимаешь что он по делу говорили и совершенно не обязательно если мы углубляемся в науку да у каждой науки есть свои свои комментарии там все должно быть соответственно там и так далее но но не все должно быть научно в этой жизни есть очень масса не научных вещей который просто полезный нет ну вот давайте нет в данном случае вот человек говорит вы как бы школа такая но школа около на около научная а в то же время значит вы какие-то тесты хотите для отбора студентов применять которые как бы тип шарлатанство в то время как у науки психологической есть много тестов которые просто надо было готовые тесты тогда это а судьи кто мы кто будет или нет вот когда тебе человек пишет говорит вы применяете какие-то не научно а кто сказал что они не научно вот этот человек который пишет это мне тоже интересно знаешь нет упадет отдельная история это отдельная история это больше может быть эмоционально чем научно но как от нас ожидается что мы стоим на научной стороне я хочу сказать что мы долго смотрели на научные тесты и те характеристики которые нам надо было понять в людям да там близко ничего нет вот к сожалению к сожалению у нас уже за многие годы выработались некоторые критерии успешности людей студентов студентов про которые мы можем сказать что эти люди у каждого конечно могут быть срывы и нервные и стрессы и так далее но в целом в общем то вырисовывается картинка людей которых мы заранее не хотим вот и все это так просто заранее к сожалению ты не знаешь вот мы заранее этого не хотим но есть ли это в человеке или нет ты заранее не знаю иногда конечно он может прийти начать базарить и спорить и что-то такое доказывать и слюной брызгой и ты сразу понимаешь что ты его не хочешь правильно для этого нужны тесты которые показывают некоторую вероятность срыва будет не все в порядке да и и когда тест это показывает значит нам нам было сказано что совпадение как бы до теста с реальной жизнью где-то в районе 80 85 процентов мы абсолютно не воспринимаем это как абсолют какую-то ну ну ни в коем случае сэлл дровинка сэлл дровинка машинка маленькая там нибудь водить два водителя там сидит водитель да ну хорошо а ты мало ездишь по местности то есть не видишь со всех сторон так вот я к чему говорю что мы когда например видим в тесте какую-то вещь которая ну как бы является признаком чего-то неправильного то этот для нас является не поводом отсеять человек это для нас является поводом поговорить с ним может быть углубиться там в какие-то вещи которые так были бы не очевидны просто расширяется круг вопросов которые мы человеку задаем вот вот собственно и все поэтому мы абсолютно как сказать не научно но просто и здравого смысла вот как-то мы сильны здравым смыслом если помогают нам немножко как бы структурировано подойти к вопросу потому что очень сложно без какой-то системы на понять вот что но мы наш опыт такой что постоянно какие-то люди про проникают и ты видишь чтобы что там не так но но ты думаешь как же так а вроде было как но никогда бы не подумал вот такого плана никогда бы не подумал и вдруг она вылезает и вот вот это нам нам было интересно понять но еще раз у нас появился инструмент который позволяет с какой-то степенью вероятности значит заподозрить что-то такое вот поэтому как бы заподозрив мы чек и не выбраковы мы с ним просто поговорим поспрашиваем там еще что-то и вот совсем недавно девочка была она как бы сказать у нее там аж два показателя были противопоказывающих но мы с ней так поговорили она рвется боя кстати еще не знаю может быть не надо было ее брать но она так настаивала и клялась там и все такое мы все объяснили показали она год я вот все все смету на своем пути ну я говорю ну давай по всяком случае мы мы знаем наш совесть чиста мы предупредили вот а дальше уже ну так что никаких таких друзья злоупотреблений ожидать не надо все 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 под контролем давайте я покажу как мы выглядим света да вы знаете ты такая зимняя света у нас холодно это это курточка мы на аляске купили на меху на натуральном да а я вот посмотрите в каком прикиде у меня еще папаха с собой видели ну ладно все не показываю папаху мне жена не разрешает счастливо друзья